Что мы знаем об иммунотерапии на октябрь 2020 года? Я сейчас настрою время, чтобы быть чёткой. Эффективность лечения метастатических опухолей, во-первых, нечувствительных или малочувствительных химиотерапии. Этот метод иммунотерапии по сути универсален. Ответ на терапию не зависит от локализации первичной опухоли. Мы сейчас подошли вплотную к комбинированной иммунотерапии, когда непосредственно комбинаторными партнерами к ингибиторам точек иммунного контроля могут выступать непосредственно сами ингибиторы чекпоинт. Также, безусловно, это цитостатические агенты, биологически направленная таргетная терапия и, конечно же, лучевая терапия. Всё более на ранних стадиях обсуждается возможное значение эффективного лечения. Мы видим достаточно важные результаты неодевантной и одевантной терапии. Мы столкнулись с проблемой и уже научились хорошо решать. Это класс специфичная иммуноопосредованная токсичность. Но несмотря на то, что мы в руках имеем такой, по сути, уникальный метод лечения пациентов при наступлении иммунного контроля над заболеванием, он может длиться и 5, а то и в некоторых случаях есть наблюдение до 10 лет, тем не менее на ответ на этот вид лечения мы можем получить у небольшого процента онкологических больных. Поэтому, конечно же, нам нужны надёжные преддикторы ответа на иммунотерапию, которых у нас по-прежнему нет, но у нас есть уже предпосылки, которые позволяют нам определиться, у какой группы пациентов мы можем получить наиболее выраженный ответ. Я здесь не беру, конечно же, о таких иммунокомпетентных опухолях, пациентах с иммунокомпетентными опухолями, как меланом. И то не у всех пациентов мы видим ответ, а иногда мы сталкиваемся с бурной реакцией в виде гиперпрогрессирования. И Сергей Алексеевич Тюляндин, я думаю, что в конце доклада мы ещё раз вернёмся к Сергею Алексеевичу, но вот описал спектр противоопухолевой активности ингибиторов точек иммунного контроля. Здесь было их 13 не так давно, но вот сейчас здесь, сюда должна появиться ещё одна ступенька – рак эндометрия. И сегодня нам, наши патологи, совершенно всё разложили по полочкам о опухолевых маркёрах, то есть тот микрокосмос, который позволяет нам более надёжно и чётко выбрать популяцию больных, у которых мы видим ответ. Прежде, конечно же, это опухоль-специфичные маркёры. Затем ПДЛ-экспрессия и дефицит репарации, который мы определяем методом иммунобистохимическим, или же микросателитная нестабильность, это ПЦР, или полногеномное секвенирование, роль тилов, опухолинфицилирующих лимфоцитов изучается. Но вот с точки зрения клинициста, конечно же, такой достаточно значимый и весомый показатель, конечно же, микросателитная нестабильность. Сегодня мы данный слайд видели, но я его всё-таки… Он достаточно показательный, поэтому часто используется в презентациях. И посмотрите, да, мы можем с большой уверенностью, практически у 40% больных при раке эндометрия мы можем увидеть микросателитную нестабильность. Приколы в ректальном раке – это чаще всего правофланговые опухоли, и они значительно чаще микросателитная нестабильность, чем при раке прямой кишки, при раке желудка. Затем с большим отрывом идут рак надпочечника, рак матки, рак шейки матки, опухоль Вильмса, мезотелиома. И совсем редко мы должны понимать, но тем не менее шансы получить контроль над болезнью есть и при опухолях пищевода, при раке молочной железы, светлоклеточном раке, почке, цист, денокарциномы и яичники, холангиокарциномы. И вот у меня, как клинициста, совершенно чёткое есть понимание, когда нам наши патологи дают заключение иммуногистохимическое, мы должны определять, обращать внимание на наличие белков, которые контролируют репарацию ДНК. Их четыре. При отсутствии, когда патологи считают это отсутствие одного из них изначимое, то тогда это уже речь идёт о дефекте репарации ДНК, но она у нас смотрится иммуногистохимически. То, что происходит на ядре клетки, а то, что происходит внутри клетки, реальная микросателлитная нестабильность, конечно же, нам здесь даст информацию о полимеразной цепной реакции. И не всегда отсутствие дефекта репарации ДНК по данным иммуногистохимии, химия свидетельствует об отсутствии микросателлитной нестабильности. Поэтому это два метода крайне важны, и мы должны об этом помнить. Но мы всегда, клиницисты, начинаем с иммуногистохимического заключения по поводу наличия дефекта репарации ДНК. И в настоящий момент, по сути, определение микросателлитной нестабильности – это суррогатный маркёр опухолевой нагрузки. Но, да, мы сейчас понимаем, что микросателлитная нестабильность, с учётом, конечно, органной принадлежности с большей или меньшей вероятностью, но мы должны обращать внимание на опухоль-специфичные маркёры. Так, например, нам хорошо известно, что при немелкоклеточном раке лёгкого и не стало показывать эти слайды, они нам все хорошо известны, и алгоритм, который мы используем при выработке тактики, конечно, при наличии активирующих мутаций в начале пациента должны получать биологически направленную таркетную терапию. Но в дальнейшем, и сейчас исследования такие есть, не исключено назначение иммунотерапии. А для меланомы, как опухолевая, высоко иммунокомпетентная, даже понимание наличия педиэлиэкспрессии или же, безусловно, браво-мутация, которая крайне важна, но преимущество, безусловно, отдаётся иммунотерапии. Но вот те новые данные, которые также достаточно интересны, метастатические, рак молочной железы, я ещё объясню, почему я именно к этому исследованию обратилась, потому что от этого исследования достаточно большие последствия, которые нас многому научили. Так вот, например, в исследовании Impatient 130, в котором были включены сведения о пациентах как с ПДЛ-экспрессией, так и без ПДЛ-экспрессии, то есть это получается 49% пациентов с ПДЛ-экспрессией и непосредственно из них 7% – это были пациенты, смотрите, с HER2-негативные, ассоциированные с герминальной мутацией и ещё и с ПДЛ-экспрессией. Сколько у нас новых терминов-то появляется для рака молочной железы? Так вот, у пациентов, ассоциированные с герминативной мутацией, с ПДЛ-экспрессией, снижение риска прогрессирования наблюдалось в 55% случаев. Тогда как у пациентов с БРС-мутацией без ПДЛ-экспрессии, конечно же, никакого ответа на иммунотерапию не было. Далее, действительно, новые данные определили место иммунотерапии у пациентов с герминативной мутацией. И здесь начало биологически направленной терапии пар под ингибиторами отодвигается на более поздние сроки. И в первой линии при наличии ПДЛ-экспрессии назначается комбинация иммунотерапии с NAP-поклитокселом. И вот, на самом деле, почему я выбрала это исследование, собственно, исследование IMPATION-130, которое уже в этом году были представлены результаты на ЭСМА. Это более зрелые трёхлетние результаты. И здесь было показано, что увеличение общей выживаемости у пациентов 36% против 22% при комбинации NAP-поклитоксела с Атезолизумабом. И более того, если мы говорим о медиане общей выживаемости, безусловно, также преимущество в пользу комбинации Атезолизумаба с NAP-поклитокселом. На 23% снижался риск смерти. И это только если мы говорим о трижды негативном раке молочной железы с PDL-экспрессией. Но посмотрите, и нам вот это исследование, нас чётко уже, и мы, врачи, которые работаем в рутинной практике, и многие из нас бывают в регионах и сетуют по-прежнему, когда по старой привычке, по аналогии с химиотерапией назначается при медикации. Посмотрите, какие ужасные последствия может быть при назначении при медикации дексаметазоном. И посмотрите, учёные провели исследование IMPATION-131, где с Атезолизумабом назначался поклитоксел в стандартном режиме раз в три недели против стандартного режима поклитоксела. А мы прекрасно знаем, какая доза дексаметазона при и пост медикации назначается пациентам. И что получилось? Посмотрите, здесь вот на самом деле 22,1. Так вот, у пациентов, которые получали Атезолизумаб со стандартным поклитокселом, общая выживаемость составила 22 месяца против 28,3 месяцев. То есть добавление Атезолизумаба с поклитокселом, которым назначалось достаточно высокие дозы кортикостероидов, ухудшали результаты общей выживаемости. И я смотрела на эту конференцию, на ЭСМА, и учёные, даже исследователи, они даже не предоставили графики общей выживаемости, потому что настолько на это было больно видеть эти результаты. И были предоставлены только результаты по выживаемости без прогрессирования. Здесь результаты статистически недостоверны, и также не было отмечено никакой пользы от комбинации Атезолизумаба с поклитокселом. И какие выводы, и чему нас окончательно убедило исследование Inpatient 131? Что, безусловно, отрицательный результат исследования, это, конечно же, очень важный результат. Потому что одной из причин неудачи данного исследования по сравнению с исследованием Inpatient 130, где назначался напоклитоксел, который не требует премедикации кортикостероидами, являлась необходимость назначения дексаметазона в качестве премедикации паклитокселу, в отличие от напоклитоксела, что, в свою очередь, снижало эффективность Атезолизумаба. И значимость исследования, безусловно, в очередном доказательстве необходимости понимания взаимодействия опухоли и иммунной системы, и выбора, очень важный выбор комбинаторного партнёра, в том числе химиотропевтического партнёра к иммунотерапии. Ещё важный момент, и сейчас это краеугольный камень, поскольку состав кишечной микробиоты, он, безусловно, индивидуален для каждого человека. Исследование микробиоты как нельзя лучше, оно вписывается в набирающую силу концепцию персонализированного подхода к лечению наших онкологических больных. При этом на состав микробиоты влияют различные факторы окружающей среды, генетические и иммунные факторы организма, и дисбиоз кишечника может приводить к доминированию некоторых видов бактерий, способствующие активизации механизмов канцерогенеза, развитию злокачественных опухолей, в том числе толстой кишки, за счёт хронического воспаления. И эту тему мы разбирали в 2019 году, Лев Михайлович присутствовал на этой сессии, и поскольку достаточно большой объём был охвачен, то вот те основные выводы, которые были сделаны, и это достаточно большой пласт знаний, но мы решили эту конференцию проводить раз в два года, потому что нам нужно было многие вопросы решить, и сложности решения этих вопросов, они заключаются, конечно же, в следующем, что состав кишечных микробиотов, если задуматься, он действительно индивидуален для каждого человека. Кишечные микробиоты – это вот как микрокосмос, макрокосмос организма. В толстой кишке проживает порядка более 30 тысяч видов бактерий, а это 5-8% от массы тела. Представьте себе, что в кишечнике у нас живёт 3 килограмма бактерий, и при этом анаэробы превалируют над аэробами в соотношении 1000 к 1. Кишечные микробиоты являются потенциально модифицируемой единицей, она постоянно меняется. Расходится мнение о том, как… Вот я просмотрела достаточно большое количество исследований, бактерии какого именно рода могут быть посредниками лучшего ответа на иммунную систему. Это может быть преобладание бактерий рода румина, кока, кацея, относительно увеличения содержания кластридиалис, высокое содержание фекалии бактериум, заселение кишечника, комбинации бактериодис фрагелис, буххалдерия цепация и окермансия муцинефила, язык сломаешь, пока их произносёшь, как компенсала, то есть это приживало, так скажем, влияние на иммуногенных микроорганизмов. Кроме того, большое значение действительно влияет иммуногенные микроорганизмы рода бактериодис. И вот исследование, которое было проведено, их неоднократно, достаточно исследований, таких вот накопилось несколько, что в настоящее время оценивается взаимосвязь количественного и качественного состава микробиота с ответом на анти-CTЛ препарат. Анализ показал, что после начала CTLA-4 ингибитором происходят изменения на уровне микроорганизмов. Так использование, например, эпилемумаба вызывает достоверное снижение представительства рода бактериодалис. А их заселение, фекальная трансплантация после проведения иммунотерапии повышает результаты лечения. И ещё очень важные данные, которые мы должны помнить, что наряду от того, что кортикостероиды просто противопоказаны до назначения иммунотерапии, в том числе в качестве примедикации, снижает вероятность ответа проведения антибиотикотерапии. Достаточно большое количество, достаточно большая массивная доказательная база к настоящему моменту появилась, которая свидетельствует, что назначение антибиотиков за примерно разные результаты, но все свидетельствуют о месяце до начала иммунотерапии, снижает эффективность, снижает показатели как общей, так и выживаемости без прогрессирования в три раза. Достаточно такие очень серьёзные показатели. И вот, собственно, почему сейчас мы и повсюду так много говорят, наверное, кто сможет решить все эти вопросы, о которых я сейчас проговорю, и мы с ними столкнулись, наверное, будет вручена Нобелевская премия. Потому что в настоящий момент есть как минимум шесть значимых методов изучения толстокишечной микробиоты, которые разнятся по точности, чувствительности, специфичности, трудоёмкости и, самое главное, доступности выполнения метода в рутинной клинической практике. Это может быть как и культуральный метод, метод полимеразной цепной реакции, который выполняется в реальном времени, секвенирование, полногеномное секвенирование, изучение метаболома. И у каждого метода есть свои плюсы и есть свои минусы, включая высокую вероятность сложно положительных, ложно-отрицательных результатов, отсутствие полных баз данных для сравнения, достаточно дорогие методы выполнения, нет больших и значимых баз данных. И самое важное, что мы изучаем спектр 2-4% от общего количества микроорганизмов, а не факт, что именно этот микроорганизм для нас сейчас клинически значим. И те нерешённые вопросы, которые сейчас существуют, конечно же, это прежде всего определение наиболее информативного локуса забора материала, разработка методов забора и хранения транспортировки биоматериала, разработка банка микробиота, синтезирование продуктов жизнедеятельности бактерий, излучение микробиоты после различных вмешательств, определение наиболее страдающего звена и, конечно же, донация макроорганизма. И вот перспективы в изучении кишечной микробиоты, нам прежде всего нужно разработать стандарты изучения кишечной микробиоты, оценить факторы риска развития онкологических заболеваний, качественный и количественный состав микрофлоры при нарушении функционирования кишечной микрофлоры, обеспечить донацию здоровой, полноценной микрофлоры кишечника с целью повышения эффективности иммунотерапии ингибиторами точек иммунного контроля, особенно у онкологических пациентов после применения антибиотикотерапии. И мы, конечно же, со временем всё это сделаем, потому что метод иммунотерапии пришёл в нашу клиническую практику серьёзно и надолго. И сегодня телефон меня разбудил с напоминанием, что у нас сегодня конференция и, конечно же, юбилей Сергея Алексеевича. Я думаю, что мы все желаем счастья, здоровья и, конечно же, тех успехов, которые помогают развиваться всей онкологической службе России. Благодарю за внимание. Спасибо. Продолжение следует...